Хью Джекман сообщил, что съёмки фильма «Росамаха 3» завершены. В честь этого события актёр демонстративно сбрил свои фирменные бакенбарды, сопроводив короткое видео ироничным комментарием «Моя жена будет просто счастлива». Нельзя того же самого сказать о поклонниках актёра, ведь, судя по более ранним заявлениям в прессе, в «Росамахе 3» Джекман сыграет одноимённого героя в последний раз. События фильма перенесут нас в будущее, где, даже несмотря на свою легендарную регенерацию, Логан постарел и подрастерял часть былой удали. Ну а тут, как назло, его путь пересекается с давним врагом, который жаждет мести. И всё идёт к тому, что бессмертный герой всё же найдёт свою кончину. Вот уже второй раз фанаты цикла «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина не знают, что их ждёт дальше в сериале. Новая книга не будет опубликована до выхода седьмого сезона, так что поклонникам, у которых, естественно, нет доступа к черновикам романа, остаётся только гадать, что же их ждёт в предпоследней части эпопеи. Тем не менее, стало известно, что студия ведёт кастинг на несколько новых ролей. Среди них упоминаются, например, генерал, белый актёр с британским акцентом в возрасте от 40 до 55 лет. На роль воина требуется белый мужчина крепкого телосложения в возрасте 35-45 лет, владеющий боевыми навыками. Также упоминаются молодой стражник, служитель закона и купец. Не обойдётся и без куртизанки, на роль которой разыскивается юная, особо способная сыграть уверенную в себе гетерро. Актриса должна быть в хорошей физической форме, а также морально готова к эротическим сценам и полной обнажёнке. Большая часть съёмок пройдёт в Северной Ирландии. На малых экранах новый сезон «Игры престолов» стартует летом 2017 года. Бессмертная Lineage 2 возвращается в новом обличье. В этот раз в виде мобильной Lineage 2 Revolution на базе движка Unreal Engine 4. Разработчики обещают, что она не будет слепо копировать оригинал, хотя и заимствует довольно много из классической MMORPG. Заявлено, что мы сможем побывать в знакомых локациях и примерить на себя шкуру одной из четырёх рас — людей, эльфов, тёмных эльфов или дварфов. Причём у каждой расы есть три пути развития. В обязательном порядке появится и клановая система. PvP-сражения будут настолько массовые, что в одной схватке смогут схлестнуться до 1600 участников. Нас ждёт вполне современная и сочная графика. Изначально Lineage 2 Revolution стартует в Южной Корее, а затем уже состоится запуск в англоязычных регионах. В сети ходят слухи о том, что на ближайшем BlizzCon нас ждёт анонс Diablo 4. Подтверждения тому косвенные, но для фанатов выглядят убедительно. Во-первых, BlizzCon — лучший момент для подобных анонсов с большой буквы. Во-вторых, сама Blizzard недавно открыла вакансию геймдиректора для неанонсированного проекта во вселенной Diablo. Кроме всего прочего, у кандидата обязательно должен быть опыт создания игр ААА-класса и признанная способность направлять и вдохновлять крупные команды разработчиков. В-третьих, масло в огонь подлил ответ комьюнити-менеджеров Blizzard в Твиттере. Молодой человек написал, что очень рассчитывает на большой анонс во вселенной Diablo, и получил ответ — BlizzCon в этом году будет очень крутой. Конечно, по большому счёту все эти факты притянуты за уши. Blizzard может просто нагнетать хайп, а новую Diablo, если и анонсирует, то лет через десять. BlizzCon 2016 состоится 4-5 ноября, а вдруг так раз и анонсируют. Многострадальный сурвайвал-хоррор Ellison Road вновь возвращается из небытия. Всё началось с того, что кампания по сбору средств на Kickstarter провалилась, собрав лишь две трети необходимых средств, но тогда студия Lilith умудрилась договориться с издателем Team17 о финансировании разработки. Однако спустя некоторое время кампании выпустили совместный пресс-релиз, где говорилось, что после долгих обсуждений проект отменили. Теперь же автор идеи, Кристиан Кесслер, заявил, что всё же намерен довести дело до конца. Он всё лето вносил правки в сюжет и переосмысливал проект в целом. На Kickstarter снова он не пойдёт, а финансировать разработку будет из собственного кармана. Это не должно стать проблемой, потому что он и так практически всё делал сам. Кто не понял, о чём речь, Ellison Road — это духовный наследник игры ПТ, которая в свою очередь была тизером отменённой Seven Hills. Главный герой, потерявший память, бродит по странному и пугающему особняку, пытаясь понять, что за жуть здесь приключилась. Кристиан Кесслер говорил, что самый лучший хоррор — это тот, который пугает не выпрыгивающими из темноты монстрами, а общей давящей атмосферой. Именно такой он видит свою игру. Сейчас автор полон энтузиазма, благодарит фанатов за оказанную поддержку и намерен наконец-то воплотить в жизнь все те идеи, которые были показаны ранее в трейлере-прототипе. 24 августа 79 года нашей эры извержение Везуви стёрло с лица земли три греческих города — Помпеи, Геркуланум и Стабий, а также несколько поселений поменьше. Катастрофа не была неожиданностью для жителей, как принято считать. Вулкан начал испускать пепел и плеваться лавой за несколько дней до роковых событий. Многие жители успели покинуть опасную зону, тем не менее хватило и тех, кто пренебрёг опасностью. Тепловая волна после взрыва Везувия сожгла большую часть людей в одночасье, подобно тому, как это произошло в Хиросиме при атомной бомбардировке. Пылающая магма и раскалённый ветер не оставили шансов тем, кто каким-то чудом выжил в первые секунды. Пепел долетел даже до Египта и Сирии. В общей сложности в тот день погибло около 2000 человек. Подробнее об этом мы рассказывали в нашем видео про города-призраки. Если что, ссылка внизу.